Аномальная жара царит практически по всей Европе. Не обошла она и самые северные её страны. Скандинавские фермеры бьют тревогу. Из-за засухи они вынуждены скармливать скоту, запасённое на зиму сено, чтобы избежать вынужденного забоя и последующих финансовых потерь. В обычное время урожай кормовых культур собирают два или даже три раза, но этот год может стать исключением. Бессмысленно сеять семена в бетон, а потом ожидать, что там что-то вырастет. Поэтому нам остаётся только ждать дождей. А это от нас никак не зависит, сколько бы мы не сокрушались. Сено в Скандинавии сейчас по цене золота – рынок пуст. Швеция и Даня вынуждены закупать его по заоблачным ценам. Норвегия даже импортирует его из Исландии. Только за следующие три месяца завести туда должны около 35 тысяч тонн сена. Обилие дождей в Исландии привело к перепроизводству, и около 50 тысяч тюков сухой травы уже отправлено в скандинавские страны. В этой партии около 400 пластиковых тюков сена. Чтобы выполнить заказ Норвегии, нужно примерно 120 таких партий. Из фермерских хозяйств их доставят в порт при помощи 1300 грузовиков. Транспортные пошлины высоки, к тому же есть риск наличия патогенов или сорняков в сене. Норвегия не в Евросоюзе, а значит, ждать помощи от Брюсселя не стоит. Поэтому такое временное решение для Осло влетает в копеечку. Самое засушливое лето за последние 70 лет вынудило власти Норвегии установить нулевые пошлины на импорт сена.